Однако в Европе к российской угрозе относятся со всей серьезностью и просят защиту у НАТО. В Черное море в четверг вошел американский эсминец. Военный корабль Дональд Кук, на борту которого находится противоракетная система ИДЖИС, ранее миновал пролив Босфор. В территориальные воды Турции, они вошли по официальному разрешению Анкары, корабль ВМС США сопровождает французский разведывательный корабль. Как заявили в Пентагоне, Дональд Кук отправлен в Черное море для обеспечения безопасности союзников НАТО и стабильности в регионе. В российском военном ведомстве этот шаг расценили как стремление США, цитата, «максимально приблизить к территории России морскую компоненту американской системы ПРО». Также сегодня истребители ВВС США приступили к совместным американо-румынским военным учениям. В них задействовано около 450 американских и румынских военнослужащих. Маневры стартовали в четверг на северо-востоке Румынии. Как ожидается, они продлятся неделю. Ранее правительство республики обратилось к НАТО и США с призывом усилить военное присутствие у восточных границ Альянса в связи с кризисной ситуацией на Украине. По мнению Бухареста, возможная эскалация напряженности вокруг и внутри Украины может, цитата, «изменить стратегическое равновесие в Черноморском регионе». Однако, как уточнили в руководстве обеих стран, проведение американо-румынских маневров было запланировано еще до аннексии Крыма России. Продолжение следует...